Всем привет, мои дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. С вами Дмитрий Лупанов. И в сегодняшнем видеоролике мы поговорим на тему покупки видеокамеры на Авито. С чем можно столкнуться при покупке БУ видеокамеры? Некоторые особенности, а также, конечно же, неадекватные продавцы. Куда же без них? Первое, что следует знать при покупке БУ видеокамеры на Авито. Это для чего вам нужна эта видеокамера? В последнее время довольно-таки часто пользуются спросом старые видеокамеры формата Video 8, Mini DV и реже VHS Compact для просмотра каких-то семейных видеозаписей. И чтобы была в дальнейшем возможность их куда-либо перенести на жесткий диск или на DVD для просмотра на компьютере. Итак, перед вами один из самых распространенных вариантов видеокамер на Авито. Это камера Panasonic NV-RZ17 формата VHS Compact. Довольно-таки удобный формат, хотя бы тем, что подобную видеокассету можно при помощи адаптера вставлять в обычный видеомагнитофон и смотреть запись на телевизоре. Но мы рассмотрим конкретно видеокамеру в отличнейшем техническом и внешнем состоянии, очень неплохо сохранившийся до наших времен. Работоспособный аккумулятор, который позволяет использовать видеокамеру в течение полутора часов приблизительно. Полностью исправный лентопротяжный механизм, а также чистая линза. Покупалась эта видеокамера не так давно, месяца два назад за 1000 рублей. В комплекте с двумя аккумуляторами и зарядным устройством. Также продавец отдал несколько бэушных видеокассет. Однако же, зачастую встречаются варианты по типу вот этой камеры. Это у нас Samsung VP-D103i. Камера формата mini-DV. И на ее примере мы рассмотрим, какую камеру брать не следует. Конкретно в данном случае у нас неисправный аккумулятор, который не держит заряд ни минуты. У нас неисправный лентопротяжный механизм, который зажевывает ленту, а иногда просто ее выкидывает, не давая нормально воспроизводить кассету. Но при всем при этом, в остальном камера вполне себе работоспособна и может сгодиться, к примеру, для видеонаблюдения в высоком разрешении. Да, снимает эта камера вполне себе неплохо, даже для своих лет. И она вполне себе может сгодиться, как камера наблюдения в высокой четкости. Она может передавать информацию тремя способами. По шине 1394, если у вас есть встроенный контроллер в компьютере или ноутбуке. Через USB в режиме веб-камеры. И через композитный видеовыход. На карту захвата, к примеру. Почему бы и нет. Также у нее имеется ночной режим. Что довольно-таки удобно. Но камеру с подобными неисправностями не стоит брать тем, кто хочет посмотреть свои архивные записи. Итак, на примере данной видеокамеры покажу, как стоит проверять камеру при покупке. Как я и говорил до этого, кассетных видеокамер есть три вида, три формата. Это VHS Compact, Video 8 и Mini DV. Что нужно иметь при покупке видеокамер любого из этих форматов. Это обязательно должна быть видеокассета с заранее записанным материалом. Это может быть как ваша архивная запись, так и сделанная специально для проверки. Ну, я так лично делал. Обычно в 90% случаев продавцы соглашаются при вас проверить видеокамеру. Если продавец по каким-либо причинам не соглашается на это, это не ваш случай. Итак, продавец согласился при вас проверить видеокамеру у него дома. И первым делом, что он делает? Включает адаптер переменного тока в розетку. Это может сулить о том, что аккумулятор у видеокамеры неисправен. А значит, по прямому назначению использовать ее у вас навряд ли получится. Но вернемся к теме ролика. Итак, включили видеокамеру. Первым делом необходимо проверить работоспособность лентопротяжного механизма. Вот. Открылся с первого раза, выдал кассету. Хороший признак. Вставляем кассету в камеру. И закрываем. Проходит какое-то время, пленка должна зайти без каких-либо проблем. Если вы слышите посторонние шумы, какие-то щелчки, постукивания, и в результате камера отдает вам кассету, не приняв ее, смело разворачивайтесь и идите по своим делам. Это не ваш клиент. Итак, камера приняла кассету. Вы ее включаете и нажимаете воспроизведение. Сейчас вы наблюдаете картинку с неисправной видеокамеры. Как видите, изображение трясется и постоянно пропадает. Этот вариант покупать не стоит. А вот так работает исправная видеокамера. Это то, что нужно. О, как красиво. Красавица, да. Механизм исправен. Вы довольны. Но продавец начинает заламывать цену, увидев, что его аппарат вас полностью удовлетворил. Разворачивайтесь и идите домой. Опять же, это не ваш клиент. Если продавца все устраивает, смело можете покупать. Мне довольно-таки часто покупают подобные видеокамеры. Да, у меня их много. И покупают их в основном для просмотра, либо оцифровки семейных архивов, которые хранятся на подобных видеокассетах. Потому что видеомарнитофоны под них стоят очень дорого. И их в нашей стране довольно-таки мало. Купить их можно разве что только в Москве. И то за довольно-таки трудненькую сумму. Согласитесь, не каждый себе может это позволить. А найти подобную камеру в рабочем состоянии не так-то и трудно. Однако цены на подобные видеокамеры в последнее время почему-то очень сильно выросли. Но все-таки есть небольшая толика адекватных продавцов, которые продают их по тысяче, по полторы. Во вполне исправном рабочем состоянии. Да, большинство подобных камер доживают до наших лет. Несмотря на довольно-таки солидный уже возраст. Что говорит о их качестве сборки. Ну а на этом у меня все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Впереди будет еще очень много интересного. А всем пока!